Мир вам, дорогие братья и сестры, друзья все, пришедшие в Дом Божий. Христос воскрес! О, если бы не Его воскресение! Если бы не жертва Иисуса Христа на Голговском кресте! Я не знаю, как вы, но я, наверное, не находился бы сегодня вместе с вами. И кровь Иисуса Христа на Голговском кресте, она сроднила каждого из нас. Аминь! Сегодня, глядя друг к другу в глаза, мы можем сказать, ты мой брат, ты моя сестра. Аллилуйя Господу Иисусу Христу! Благодарность братьям, которые позволили мне сегодня поделиться Словом Божьим. По милости Господа я нахожусь в ваших краях. Сам из Сакраменто, один из служителей города Сакраменто, в котором более 120 церквей. По милости Господа сегодня вместе с вами. Итак, хочу предложить для нашего короткого размышления одну библейскую историю, которая поможет, наверное, каждому из нас посмотреть то, о чем говорил второй брат, воскресший Иисус Христос, на самом ли деле проявляется в повседневной моей жизни. Итак, книга пророка, Неемия, 6 глава, 3 стих. Неемия, 6, 3. «Я послал к ним послов сказать, Я занят большим делом, не могу сойти. Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам». И еще один текст из Нового Завета, это Галатам, 6 глава, 9 стих. Галатам, 6, 9. Апостол Павел записал следующие слова. «Делая добро, совершая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Аминь. В нашей жизни, друзья, бывают моменты, которые, ну, когда на просьбу чью-то помочь в том или ином деле, мы отвечаем «могу, приду, сделаю». Бывают моменты, когда мы на чью-то просьбу говорим «ну, не могу, не сделаю». Так или иначе, нам приходится где-то, я так предполагаю, сталкиваться и отвечать как на первый случай, так и на второй. «Могу, сделаю, не могу, не сделаю». Наша занятость, наша деятельность в каждый день нашей жизни, как вы думаете, что или кто определяет нашу занятость первостепенной значимости и второстепенной значимости? Кто или что определяет в моей жизни, вот, что для меня важнее, а что для меня можно оставить и на второй план? Ведь так или иначе, у нас есть, друзья мои, мы, просыпаясь утром, встаем, дела первостепенные и дела второстепенные. Дела, так скажем, большей значимости и дела, которые, может быть, мы оставляем, ну, сделаю завтра, сделаю на следующей неделе, или, может быть, это оставим еще на добрые времена. Так или иначе, мы сталкиваемся где-то вот с такими моментами нашей жизни. И большой вопрос, кто определяет. Кто или что определяет первостепенные дела в нашей жизни и второстепенные. Мне нравится читать эту книгу, книгу Неемия, в которой описывается иудейский вождь, который жил до Иисуса Христа, Неемия, прекраснейший пример. Я бы сказал, талантливого руководителя, талантливого мужа, который сумел осуществить практическое невозможное для народа израильского. Иногда мы смотрим и думаем, ну, это нам не под силу, вот то или иное дело. Но это я не могу осуществить, мы не можем осуществить вот это дело в нашей церкви. И где-то опускаются руки, мы сдаемся. Вавилонский царь, Новохудоносор, напал на Иерусалим, разрушил его. Маленькая историческая справочка. До основания жителей города были уведены в плен. Нация в изгнание. Иудеи в рассеянии, город разрушен. Картина ужасающая. Ничего прогнозирующего на то, что будет восстановлено, нет. И израильтяне находятся в плену. Когда израильтяне после освобождения из плена стали возвращаться в Иерусалим, практически иудея, как таково, она на то время не обладала никаким ни национальным, ни политическим статусом. Просто можно сказать, оттара или общество людей, которых нету ни руководителя, сами не знают, что делать. По большому счету, они возвращались обратно тремя этапами. Но достаточно важное, что имел вот этот остаток избранного народа, они имели веру. Они имели веру, ту веру, которая может быть сегодня, то, о чем говорил второй брат, даже некоторым верующим, которые на слова Христос воскрес, отвечают воистину воскрес, может быть, в сегодняшнее время некоторым не хватает веры в Господа Иисуса Христа. Вера, которая способствовала, может быть, и началу славному формированию Израиля. Зарававель, Ездра, Неемья, это были вожди, которые восстанавливали нацию, это были вожди, которые понимали, что Господь с ними, что нужно идти вперед, нужно восстанавливать. Неемья находился в городе Сузах, он веночерпием, служил при царе Артарсерсе, он услышал, что Иерусалим разрушен, великое бедствие, что-то нужно делать, что-то нужно делать. В этот момент что-то у Неемьи происходит в сознании. Он достаточно на хорошей позиции находился, веночерпием. Зачем тебе оставлять это, а где-то переживать, где-то думать об Иерусалиме, который находился примерно 760 миль. Для чего? Тебе здесь плохо живется? Тебе чего не достает? Но где-то у Неемьи что-то сработало. Что-то произошло у него. Друзья мои, Неемья написано, он сел и заплакал. Заплакал о народе Божьем, заплакал о деле Божьем, заплакал о городе Иерусалим. Видя бедствия своего народа, он не остался в стороне. Чем он был движим, что побуждало его оставить свое занятие, отправиться туда, где он увидел нужду. Царь написано благословил, его дал письма. Он имеет, Неемья приходит в Иерусалим, имеет речь перед народом. Смотрите, 2 глава 17 и 18 стихи. «И сказал я им, вы видите бедствие, в каком мы находимся. Иерусалим пуст, ворота его сожжены огнем, пойдем построим стену Иерусалима и не будем впредь в таком уничижении. И я рассказал им о благодеявшей мне руке Бога моего, а также и слова царя, которые он говорил мне». Послушайте дальше. И сказали они, насколько сильная речь Неемья была для того, чтобы убедить народ, что мы не можем оставаться вот в таком положении, в котором мы находимся. Нам нужно идти вперед верой Господа нашего. И сказали они, будем строить. И укрепили руки свои на благое дело. Что двигало, друзья мои, Неемьи и всем обществом, что они, услышав слова, поверили слова Неемьи и сказали, что будем делать. Мы не будем оставаться в стороне. Мы не будем находиться в том положении, в котором мы находимся. Нам нужно идти вперед, потому что Господь благоволит нам этому. Яков поднимает эту тему в Новом Завете, тему веры и дел наших. И он подчеркивает мысль, что вера без дел какая она? Вера без дел мертвая. Толку, что я и ты веруешь? Когда я не проявляю отношения моей веры вокруг моих братьев, вокруг моей семьи, вокруг знакомых, даже в городе, на работе, если вера не проявляется в моих делах. Толку с этой веры? Где-то нечто подобное произошло в израильском народе. Они поверили, но этого не было достаточно. Нужны были определенные действия. Я вот о чем подумал. Если бы Неемия не верил в Господа Бога, не имел вот эту веру, что Господь соделает, о Господь будет с ними, я думаю, что это их доброе, благое дело, оно бы не состоялось. Оно бы не состоялось. Он имел полную уверенность Неемия и веру, которая двигала его, вдохновляла других людей. Он сумел передать это народу на доброе, благое дело. Друг, дорогой брат, сестра, если Господь повелевает сегодня совершать то или иное служение по вере твоей, иди и делай. Иди и делай. Я более чем уверен, что и в вашей церкви есть много служений, много направлений, где каждый призван по тем способностям, по тем дарам, которые Господь Бог определил, совершать труд по местной церкви. Иди и делай. Проблема, друзья, сегодняшнего христианства в том, что мы отвлечены на второстепенные. Проблема сегодняшнего христианства то, что мы второстепенные взяли за первостепенные. И уходя, может быть, от главного, каждый занят своим, думая, предполагая, что это есть важное, есть первостепенное, не думая, может быть, о неспасенных душ, которые так много в вашем городе, в нашем городе, на работах наших, вокруг нас, соседи наши. Дьявол сегодня, отвлекая нас от первостепенного, даруя нам, может быть, не то важное, не то, чем сегодня христианство, мы с вами должны быть заняты. Я полагаю, что в Шарлоте совсем по-другому. А в нашей церкви, где я несу служение, мы молились Господу, Господь, укажи нам. Мы не хотим заниматься вот где-то второстепенным, мы не хотим где-то думать, кто больше, кто меньше, где-то какие-то споры, чтобы были между нами. Мы хотим, Господь, заняться твоим делом, первостепенным делом, чтобы спасать людей вокруг нас. Мы не хотим просто быть номинальными христианами, которые в воскресный день пришли, отсидели, ушли, слава, аллилуйя, Господу. Мы хотим совершать твой труд, Господь, укажи. По улице, где наша церковь находится 4 июля, не знаю, как здесь, в Шарлотте, в Сакраменто празднуют американский народ 4 июля. И по улице проходит парад, ассоциация сразу тех, которые с Советского Союза. парад значит что-то с флагами, значит что-то коммунистическое такое. Мы молились, Господь, как нам проповедовать, взять это первостепенное, чтобы люди вокруг нас принимали Слово Божье. Господь открывает. Господь открывает, говорит, вот, люди собраны, что вам мешает выйти из стен молитвенного дома и взяться за первостепенное это распространять Слово Живого Господа. Ведь много сегодня всяких, всякая вот эта мерзость и нечестие выходит в школы идет, идет на улицы наших городов и говорит о мерзостях, а мы церковь молчим. Господь положил Духом Святым и мы участвуем уже четвертый год вот в этом параде и выходим с церковью с детками раздаем Евангелие я увидел друзья какое благословение церковь Иисуса Христа испытывает тогда, когда мы не занимаемся второстепенным кто больше кто меньше нет, 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 мы занимаемся распространяя Его Слово и это было и есть благословение. Будут ли препятствия в благом деле? Да? Были ли препятствия у Ниемии? Да? Смотрите 2 глава 19 и 20 стихи «Услышав это Санавалат, хоронит Итофия, Аммонитский раб Игишем Аревитянин». Сколько их собралось против того, что Ниемия хотел сделать, имея веру в Господа Иисуса Христа? Сколько сегодня будут собираться тогда, когда мы против нас как Церковь Иисуса Христа будем провозглашать этому миру, что мы совоскресли со Христом к новой жизни, сколько их собралось, смеялись над нами и с презрением говорили, что это за дело. Друзья мои, когда мы сказали, вот где-то была встреча служителей, там Сакраменто у нас проходит, когда я сказал эту нужду, братья, пожалуйста, молитесь, мы хотим с Церковью выйти на парад. Были некоторые, которые просто насмехались даже. Может быть, даже были некоторые, которые не демонстрировали, но где-то в их действии у виска покрутили, с вами все нормально. И с презрением говорили, что это за дело, которое вы делаете, уж не думаете ли возмутиться против Царя. Я дал им ответ и сказал им, Бог Небесный, Он благопоспешит нам, и мы, рабы Его, станем строить, а вам нет части права и памяти в Иерусалиме. Друзья мои, говорят, что есть четыре типа людей. Ну, вот так среди общества бытует четыре типа людей. Первое, они не знают, что происходит, переведите это в церковную жизнь. Они не знают, что происходит и не хотят знать вообще, что в церкви делается, как происходит, какие служения, о чем молиться, то, о чем говорил брат, о служителях молиться, благословлять их. Эта тема вообще не интересует то или иное дело, которое, служение, которое в церкви происходит. Второй тип людей, это просто где-то со стороны наблюдают, а как получается, а что будет, какие последствия, и где-то есть ли промах какой-то или еще что-то. Я так думал. Третий тип людей, те, которые просто хотят помешать, как были вот эти люди, которые хотели помешать именно делу Божьему, тому или иному делу, к счастью или к сожалению, есть и такой тип людей. И четвертый, это те, которые слышат повеление Господа и по вере идут и делают. Идут и делают беря то, что повелел Господь Бог, идите, не сидите, не стойте, а идите в этот мир и говорите о Иисусе Христе. Это четвертый тип людей, который благоугоден пред Господом Богом. Интересная вещь проходила во время строительства именно с тем, 12 лет Неемия был руководителем вот этого доброго, благого дела. Он говорит, что работы по строительству стены я поддерживал. Друг, дорогой, брат, сестра, если сегодня какое-то служение проходит по местной церкви, к какому типу людей ты себя относишь? Простой вопрос. Неемия говорит, я поддерживал то, чему Господь благоволил к израильскому народу. К какому типу людей я задаюсь вопросом, я себя отношу? К какому? я поддерживал. Как? Каким образом? Неемия, каким образом научи нас сегодня, христиан 21 века, увидеть это и применить в своей жизни? Каким образом научи? Смотрите 16-18 стихи. Буду торопиться. При этом работы на стене сей я поддерживал. то доброе благое дело, которое Господь благоволил. Неемия говорит, я поддерживал. И полей мы не закупали, и все слуги мои собирались туда на работу. Иудеев и начальствующих по 150 человек бывало за столом. 150 человек за столом у меня, кроме приходивших к нам из окрестных народов. И вот что было приготовляемо на один день. Один бык, шесть отборных овец, птицы приготовлялись у меня. И в десять дней издерживалось множество всякого вина. И при всем том хлеба области начальнического я не требовал, так как тяжелая служба лежала на народе сом. Заметьте, друзья мои, братья и сестры, церковь дорогая, что для Неемия важнее всего были не быки, для него не овцы, которыми он кормил народ, ни блага, которыми Господь не посылает каждому из нас. Для Неемия это вообще не имело никакого значения, это было все второстепенным, он видел определенную цель, он видел первостепенное, израильскому народу нужна была в то время поддержка, помощь, а все материальные блага, которыми Неемия обладал, это вообще его не интересовало. Сколько людей он кормил, сколько он жертвовал для того, чтобы дело Господа Бога состоялось. Почему? Потому что он увидел в своей жизни первостепенное, а не второстепенное. Он уверен в том, что если люди даже его забудут, что свойственно народу иногда забывать, то, что сделал Неемия для израильского народа, но он был уверен, что Господь Бог обо мне никогда не забудет. Любое служение Господу в любом благом деле есть тот, который будет постоянно нас отвлекать, дорогие мои, будет ставить палки, чтобы отвлечь нас от руки, которая благоволит нас тому, чтобы мы совершали, как христиане, живущие в наше время. Иногда недоброжелатели приходят отвне, а иногда, дорогие мои, недоброжелатели в добром благом деле приходят изнутри. Друг, дорогой брат, сестра, совершай то служение, которому ты призван. Совершай будут ли недоброжелатели? Будут. Да укрепит Господь каждым из нас. Когда будут приходить недоброжелатели в нашу жизнь, в наше служение, пусть слова каждого из нас будут подобны неемии. Я занят большим делом. Пусть твои слова, пусть твое служение, пусть вера в Господа Иисуса Христа и тот труд, который призвал каждого, абсолютно каждого из нас, Господь в винограднике свой. Будут недоброжелатели, будут те, которые захотят остановить ваше дело совершаемое. Да укрепит Господь каждого из нас словами я занят первостепенным, я занят большим делом. ответственность, которую имел неемия, он понимал, дело остановилось бы, если бы я принял ваше предложение. Вот тех друзей, с которыми мы перечислили, если бы он принял вот их предложение, неемия говорит, дело остановилось бы, если бы я принял предложение, а для меня о приоритете вот то, что на данный момент я получил от Господа Бога, вот тот труд, я совершаю его для славы Отца Моего Небесного. Мы с вами являемся служителями Нового Завета, особенно дьявол усерден сегодня в отношении молодых людей, тружеников тех, чьи призвания побеждать лукавого. Послушайте, друзья, величие того или иного дела, величие того или иного дела, которое каждый из нас призван, определяется величием моей цели, ради которой и дело то или иное совершается. Для чего я это делаю? Для того, чтобы была явлена слава Господа моего в жизни церкви, в жизни моих братьев или может быть для какой-то моей славы. Новозаветным верующим Христос дал конкретное задание. Итак, идите, научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел кому? Тебе, сестра, тебе, брат, тебе, брат, тебе, брат, тебе, сестра и мне. Не просто это отношение относится только к служителям, нет, Христос этого не сказал. То, что вам повелено, скажите, друзья мои, это большое дело? То, что повелено мне и каждому из нас, научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это большое и первостепенное дело. Но учить, крестить некоторых, некоторые, может быть, скажут, мне Господь этого не поручал, да и призвание у меня совсем другое. Я не призван идти учить, я не призван идти благовесать, но в Новом Завете есть и другие повеления, есть и другие тем, которые говорят, я не могу идти и учить, я не могу идти и свидетельствовать. И сами, как живые камни, друг дорогой, это относится абсолютно к каждому из нас, сами, как живые камни, устрояйте, то есть стройте из себя дом духовный, стройте из себя воскресный день, да нет, с понедельника, по субботу и воскресенье 24 часа, устрояйте из себя, это тоже большое дело, друзья мои. Апостол Павел, помните, послание к римлянам в 12 главе перечисляет те служения или те большие дела, которым абсолютно каждый, каждый, услышьте, дорогие мои друзья, братья, сестры, каждый последователь призван совершать. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Служите, дорогие мои братья, сестры, ведь Господь близко. Я не знаю твоих дел, ты не знаешь моих дел, но пусть дела сегодня христианина, верующего человека, пусть мы увидим наши первостепенные дела, то, к чему мы призваны, а все остальное, оно подобно запасному колесу в автомобиле, а все остальное, оно приложится. Да благословит нас Господь в церковь вашу, служителей ваших, чтобы каждый из нас в тот день, когда предстанет пред Господом Богом, услышал слова в свой адрес «добрый и верный раб». Добрый и верный раб, почему ты являешься добрым и верным? Потому что в жизни своей ты выбрал первостепенное, а то, что материальное, то, что вокруг нас, ты оставил на второстепенное, и я тебя в этом благословил. И только тот может услышать, добрый и верный раб, войди в радость Господина своего, потому что ты в жизни земной был добрым, верным домостроителем, ты не остановился, ты не оставил, ты не отвлекся, ты совершил то служение, которое было верено тебе и мне. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, Господь и Бог наш, мы благодарим тебя и за этот воскресный день, за день поклонения тебе. Благодарим тебя, Господь, за то, что ты благоволил прийти в дом молитвы, где прославляется имя твое святое, где находясь Господь друг с другом, мы поклоняемся тебе, Господу Богу нашему царю царей. Благодарю тебя, Господь, за слово твое, которое живо и действенно, и в это утро, Господь, ты напоминаешь нам, чтобы мы укрепились в тебе, чтобы, Господи, наша жизнь была благоугодной пред тобой, чтобы наши действования в каждый день нашей жизни, они говорили о том, что мы совоскресли с тобой и живем совсем другой жизнью, мы живем жизнью в тебе, в Господе нашем Спасителе Иисусе Христе. Благослови, Господь, чтобы мы видели то наше призвание, чтобы мы видели те наши первостепенные дела, которые, как христиане, как последователи, мы должны совершать, живя на земле, чтобы ни на что другое мы не отвлекались. Будут, Господь, те, которые будут отвлекать, желать увести нас, Господь, следование за тобою, но даруй нам твердость, вера и упование на тебя, на Господа, Бога нашего. Благослови эту церковь служителей, каждого брата, каждую сестру, молодежь, Господи, чтобы в это последнее время мы видели то дело, которому ты призываешь каждого из нас. Имя Твое да будет благословено, имя Твое да будет прославлено, Бога Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь.